Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Глава первая. Факты о курении. История возникновения сигарет. Прежде чем мы начнем говорить о том, как же все-таки с легкостью бросить курить раз и навсегда, хотелось бы задать вопрос, а знаете ли вы, как, собственно, возникли сигареты и табакокурение? Думаю, что немногие смогут ответить на него. А ведь сейчас более миллиарда людей во всем мире находятся в зависимости от этой пагубной привычки. Поэтому для начала поделимся информацией о том, как же все-таки развелось табакокурение и почему оно начало подкашивать наши ряды. К концу 15 века табак вряд ли был известен кому-то в мире, кроме коренных американцев. Это доказывают археологические раскопки, которые показали, что четыре столетия назад индейцы из Северной Америки уже использовали это растение. Тогда табачный дым считался магическим и целебным. А вдохнув его, можно было даже пообщаться с богами. Само слово табак, по некоторым сведениям, происходит от островов Табага. У жителей Центральной Америки слово табако обозначало предназначенные для ритуального курения скрученные листья. Чуть позже это растение было привезено в Европу испанцами и португальцами, несмотря на запреты инквизиции. Первыми, кто начал не только курить, но и культивировать табакокурение, были матросы, торговцы, монахи и политики. Так при португальском дворе был посол Франции Жан Нико, который в 1560 году отправил табак королеве Екатерине Медичи, отметив, что он поможет избавиться от головной боли. После этого нюхательный табак распространился по всей стране. Впоследствии в честь Нико растение получило название никотиана, а алкалоид, выделенный из него в 19 веке, никотин. Уже со второй половины 16 столетия табак стал популярен именно как лекарство, целебные качества которого были признаны уже не только индейцами, но жителями Европы. Использовали растения по-разному. Нюхали, курили с помощью трубок, жевали, делали смеси с его добавлением для лечения самых разных заболеваний. Как и сейчас, в то время были и сторонники курения табака, и его противники. Те, кто распространял растения и его использование, уже с 17 века начали создавать целые плантации по всему миру. Кроме того, король Пруссии Фредерик I устраивал курительные торжества, а Фредерик Вильям I, его сын, даже основал табак-коллегию. На ее встречах сочетались светская беседа, рассуждения о государственных делах и непринужденное застолье, сопровождающееся курением трубок. Также, кто был против табакокурения, тоже не сидели сложа руки. Король Англии Джеймс I, считая эту пагубную привычку вредной для здоровья и вводящей людей в такое умиротворенное состояние, которое даже ослабевает военную мощь страны, примерно в это же время решил ввести налог на ввоз в страну табака. После этого другие государства, правители которых не поддерживали культивацию табака, также начали совершать подобные шаги. Конечно, это не помогло в полном истреблении пагубного растения, а только раззадорило контрабандистов. Правда, были и места, где борьба была более серьезной. Так на Востоке, где из-за достаточно жаркого климата курение могло стать причиной пожаров, за эту привычку полагались более суровые меры наказания. Например, в Турции курильщики подвергались позорным церемониям, телесным наказаниям, а в некоторых случаях и смертной казни. В Японии можно было из-за табака попасть в тюрьму, а в России подвергнуться самым разным пыткам и даже увечьям. Но все же табак смог крепко пустить свои корни не только в земли по всему миру, но и в наше сознание, когда зная и понимая, что... Sample complete. Ready to continue?